Однако, здравствуйте! Госсекретарь США Хилари Клинтон позволила себе удивительное по бесстыдству заявление в отношении России и евразийской интеграции. США постараются не допустить воссоздание Советского Союза в новой версии под вывеской экономической интеграции, заявила Клинтон. Сейчас делаются усилия по ресоветизации региона. Это будет называться по-другому, таможенным союзом, евразийским союзом или еще как-нибудь в этом роде. Но не будем обманываться на этот счет. Мы знаем, какова истинная цель и пытаемся найти эффективные способы замедлить и предотвратить это. Аналогичными примерами Советизации, надо полагать, является, например, Европейский Союз, Британское Содружество или Североамериканская НАФТО. Мы уже не говорим о таком диком примере Советизации, как НАТО, далеко шагнувшее за пределы таможенной и вообще экономической интеграции. Возникло преступное сообщество, именуемое в пространавлении Шайкой, которое начало с большим успехом бомбить фраеров. Сразу оговоримся, нам совершенно неинтересно ловить наших бледнолицых братьев на очередном примере двойных стандартов. Бог бы с ними. Потому что все, что касается Советизации, это просто внутренняя политика, работа с электоратом. Дело в том, что госсекретарь Клинтон покидает свой пост, чтобы участвовать в следующих президентских выборах. Ее заявление следует воспринимать как начало предвыборной кампании. Ровно таким же образом следует воспринимать принятие американским конгрессом пресловутого акта Магнитского в нагрузку к отмене поправки Джексона Веника, превратившейся в проблему для американского бизнеса. Образ России, как империи зла, сформированной в массовом сознании американцев, делает антироссийскую риторику незаменимым пропагандистским козырем. Нынешняя Америка, самочинно возглавившая мировой революционный процесс, уж точно гораздо больше похожа на СССР, чем нынешняя Россия. При этом идеологическая как бы риторика скрывает за собой самую, что ни на есть банальную, имперскую геополитику. Вот что говорил в 94-м классик американской русофобии, действующий идеолог нынешних американских демократов. Последствия холодной войны ставят перед Западом повестку дня, которая ошеломляет. Ее суть – обеспечить, чтобы коллапс Советского Союза стал и прочным концом Российской империи. Збигнев-Бжезинский, 1994 год. Он решил, что он только один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее продать пархатам-большевистским казакам. Вы что? Пархаты и казаки. Это что-то новое. Я такого не слышал. О, от красных можно всего ждать. Еще бы! Пархаты и большевистские казаки – это синтетический образ России в глазах Запада. Проблему единства нашей истории они таки решили давно, в отличие от нас. Однако, до свидания.